Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Садурский сад, с вами Алена. Сегодня сюжет о сочетании розы и компаньоны. В моем саду растут различные компаньоны к розам. И первыми, первой из них, первой из этих компаньонов хочу представить вам лилии. Главное в этом, чтобы лилии не забивали своим ярким цветом эффектность роз. Многие считают спорным это соседство, но мне оно нравится. Я стараюсь выдерживать лилии белого, зеленоватого, желтоватого и нежно-розового оттенков. Это те, которые я сажаю к розам. Если отдельно от роз, да, они могут быть яркими и растут. А в розах лилии или подходящие, повторяющие оттенки роз или бледные. На мой взгляд, очень красиво. Я приветствую такое сочетание, оно мне нравится. Не называю сорта роз. Они подписаны на ваших экранах. Приглашаю полюбоваться. Как розы и лилии, на мой взгляд, прекрасно соседствуют. Отметьтесь в комментариях вашим мнением и впечатлениям. Вот так, с красными розами, роза Эрфардия. Другой замечательный сосед – это наперстянка. Приветствую его в своем саду, но если у кого-то есть маленькие дети, лучше наперстянку не сажать из-за ее ядовитости. Хотя это один из самых замечательных компаньонов, в частности, к розам Остина. Очень мне нравится. Регулярно подсаживаю наперстянку. Люблю ее. Хорошее растение. Классика жанра. Шалфей. Дубравный. Блю букета. Подбивает невысокие кусты роз. В розаре с тематическим названием «Розовый рай». Соответственно, здесь посажены розовые розы. Синий цвет шалфея прекрасно подойдет ко всем оттенкам. И не только к розовым, а вообще ко всем. Замечательное растение. Можно также сажать шалфей и более высокого роста. Конечно. Но я люблю карликовый сорт. Блю букета. Мне он очень нравится. Прекрасно черенкуется. Везде его рассаживаю. Давайте полюбуемся розой. Клэр Маршал. Хороша. Хороша красавица. Замечательная роза. И шалфей также прекрасно здесь соседствует. Что подтверждают кадры на ваших экранах. Также шалфей отлично соседствует с красными розами. Чайно-гибридная у Маша Барбара. Небольшая клумба, небольшой розари подбит со всех сторон шалфеем дубравным блю букета. Еще одна классика жанра – это котовник. Виднеется слева на ваших экранах. Котовник Six Hills. Высокий пышный сорт. Прекрасно сочетается также со всеми розами. Но есть особенность – не нужно сажать его очень близко к розовым кустам. Хотя котовник имеет ажурный куст, но все-таки он очень пышный и способен задавить, приглушить собою невысокие розовые кусты. Минимум расстояние должно быть 70 см от основания розовых кустов. Прекрасно сочетается с желтой розой Нерс Трейси Дэвис. Замечательный дуэт, замечательный. А как вам, дорогие друзья? Мне это, конечно, нравится. Очень хорошо. Гармония есть. Нерс Трейси Дэвис. Замечательный, а также замечательный компаньон к розам – это Дербенник. Пока его у меня не очень много, но я его черенкую и планирую рассаживать по всему саду и не только с розами. Очень понравился мне Дербенник. С Розой Ангела соседствует прекрасно. Есть отдельный сюжет на моем канале. Дербенник, Роза Ангела и Роза Биг Перпл. По отзывам зрителей, хорошая троица, хорошее сочетание. И мне оно тоже нравится на ваших экранах. Дербенник. Как компаньон к розам. Хорошо себя зарекомендовал Тысячелистник. Он может быть любого цвета. Чаще всего он бывает белым. Белый ко всем подходит. И тоже классика. Сегодня слово классика у меня будет частым гостем в моем комментарии. Манстед Вуд. Замечательная роза. Колючая, ароматная. И соседствует она с ширококолокольчиком. Высокий колокольчик как раз достигает высот цветения розы Манстед Вуд. Правда, его любят муравьи. Но я с ними как-то справляюсь. Хорошо зарекомендовал себя. Хорошо себя чувствует. Такое растение, как манжетка. Бледно-зеленое. Пышные соцветия. Хорошо соседствуют со всеми розами. Однолетник. Фацелия. С желтоватыми розами. Не очень он мне понравился. Попробовала в прошлом году. Больше сажать не буду. Хотя выглядит интересно. Также больше не буду сажать. Гелиотроп. Достойное соседство. Но мне не очень понравилось выращивать. Этот самый гелиотроп. Другой. Многоупотребляемый в моем саду компаньон к розам. Это флоксы. Конечно, лучше всего флоксы с розами будут смотреться бледных тонов. Но и яркие тоже выглядят неплохо. Главное, какие розы. В данном случае Андре Тюрка достаточно ярковато она выглядела. Но нежные флоксы – это просто песня. Мне нравятся. Нежно-сиреневые, нежно-розовые подходят ко многим оттенкам роз. Но любимее всего в моем саду приветствуются флоксы синие. Есть у меня самый синий флокс. Флокс из всех синих. К сожалению, забыла о его сорт. Доброжелательные зрители подсказывали в прошлом году, но я не записала. Если кто-то из вас, дорогие друзья, еще раз подскажет мне сорт самого синего флокса, буду очень признательна. Самый-самый синий флокс в разных вариантах растет в моем саду, прекрасно украшает, прекрасно оттеняет розы, на мой взгляд. Есть у флоксов, конечно, небольшая беда. Они опадают и прилипают, опавшие цветочки к листьям и цветам роз. Но я на это особого внимания не обращаю. На ваших экранах, возможно, немного спорное соседство розы лавиния с этим розоватым флоксом. Но мне тоже нравится. Роза лавиния проходит в моей личной классификации как роза-дерево. Прекрасная роза. Флоксы лучше сажать не в самом розарии, а по краю, как, впрочем, и все многолетники-компаньоны не должны быть в самом розарии. Лучше по периметру, по краю, в каком-то углу, с какого-то бока и не очень близко. Минимум 60-80, а то и 90 сантиметров. Тогда они будут выглядеть хорошо. Флоксы иногда уходят под укрытие с розами. Ничего страшного там с ними не происходит. Просто они начинают немного пораньше выпускать свои побеги. Все нормально с флоксами под укрытием с розами. Проверено годами. Еще один компаньон, который буду рассаживать побольше, это декоративные луки. Я оставляю отсветшие побеги, и они своими фактурными шапками украшают сад. Фактурными шарами, прошу прощения. Лаванда – классика, классика жанра. Пока мои кустики молодые, но я надеюсь, что они вырастут. Они мне обещали, я им верю. Лаванда всегда хорошо с розами. Ну и на этом, дорогие друзья, свое словесное сопровождение сюжета заканчиваю. Всегда рада вашим отзывам. Оставляйте мнение, ставьте лайки, если понравилось. Добра, здоровья и мира. Заглядывайте. Субтитры создавал DimaTorzok Добра, здоровья и мира. Добра, здоровья и мира.